В последнее время я обеспокоилась состоянием своего здоровья. В основном наблюдались проблемы с пищеварением и со стулом. В поисках решения проблемы наткнулась на очень полезный напиток, который легок в приготовлении и доступен каждому. Этим напитком оказалась обычная укропная вода. В этом видео я решила поделиться применением укропной воды. Также к концу ролика будут важные противопоказания напитка, поэтому прошу досмотреть ролик до конца. Еще хочу упомянуть, что наш канал без подписки смотрит целых 61% зрителей. Прошу тех, кто не подписан на канал, но смотрит его, ценить работу команды «Подписаться» и нажать на колокольчик. Сделайте так, чтобы кнопка «Подписаться» превратилась в «Вы подписаны». Заранее спасибо и приятного просмотра. Укропная вода – настоящий кладезь витаминов, минералов и других полезных веществ. Именно благодаря богатому уникальному составу она обладает множеством полезных и лечебных свойств. Эфирные масла оказывают расслабляющее действие на гладкую мускулатуру кишечника. Витамины группы В обладают антиоксидантными свойствами, помогают защищать здоровые клетки организма от вредных соединений и чужеродных микроорганизмов. Железо, входящее в состав напитка, способствует улучшению кровообращения и образованию гемоглобина. Марганец помогает стабилизировать работу центральной нервной системы, также участвует в формировании иммунитета, способствует повышению защитных функций организма. Цинк оказывает благотворное влияние на работу желудочно-кишечного тракта и пищеварительную систему в целом. Кроме этого, в составе укропной воды есть каротин, витамины А, С, Е, П, 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 К, полезные и необходимые для человеческого организма минералы. Отвар укропной воды можно использовать для лечения недугов в любом возрасте. Это натуральное средство природного происхождения, нормализующее работу внутренних органов и оказывающее общеукрепляющее действие на организм. Составляющие напитка. Для приготовления классической укропной воды необходимо насыпать в 250-мл стакан ложку сухих, предварительно измельченных в блендере или кофемолке, семян фенхеля, залить горячей водой и дать настояться 40-45 минут под крышкой, после процедить через марлю. Взрослым, чтобы справиться с проблемами с пищеварением, нужно принимать по полстакана укропной воды ежедневно за 15 минут до еды. Спустя неделю после начала употребления напитка будут заметны видимые улучшения общего самочувствия. Напиток также можно добавлять в сцеженное молоко или детскую смесь, не более одной ложки, и давать новорожденному. Грудничкам с двух недель до месяца можно капать по 15 капель на язык. Хранят напиток один день. Как готовить укропную воду без фенхеля? Чайную ложку семян укропа залейте стаканом крутого кипятка, накройте крышкой и оставьте настаиваться на час, после процедите через марлю. Полезные свойства укропной воды. Обладает антибактериальными свойствами. Уменьшает и расслабляет спазмы гладкой мускулатуры, очищает организм от гнилостных образований, способствует формированию благотворной микрофлоры, снижает давление на стенки кишечника, нормализует работу сердца, улучшает отток желчи и работу почек, успокаивает нервную систему, помогает справиться с бессонницей, устраняет запоры. Применение укропной воды при разных заболеваниях. Благодаря широкому спектру полезных качеств, укроп и его семена активно используются как в кулинарии, так и в народной медицине. На основе растения готовят лечебные настои и отвары, укрепляющие иммунную систему, усиливающие защитные функции организма, помогающие справиться с множеством недугов. При запоре. Справиться с запором и облегчить общее состояние помогает регулярное употребление укропной воды после каждого приема пищи. Рекомендуется пить напиток 5-6 раз в день по одной столовой ложке. Его действие начинается спустя 15-20 минут после приема. Отвар обладает легким слабительным эффектом, помогает мягко и деликатно устранить проблему. Результат заметен не сразу, так как максимальный эффект от средства достигается через 3 дня после начала приема. Важно! Если запор перешел в хроническую форму, то употребление укропной воды может быть малоэффективным. В этом случае рекомендуется проконсультироваться у врача. При вздутии живота. При вздутии живота нужно принимать укропную воду по такой же схеме, как и при запорах. Употребление напитка способствует устранению симптомов метеоризма, снижению образования газов, налаживает аппетит, нормализует переваривание пищи. Также укропную воду можно использовать в качестве профилактического средства. При урчании в животе. Чтобы избавиться от урчания, нужно принимать по 1 столовой ложке отвара 5 раз в день за 15 минут до еды. Максимальный эффект достигается через полчаса после приема. Курс лечения – 3 дня. При цистите. Полезные и лечебные свойства укропной воды незаменимы при лечении цистита, особенно на ранней стадии. При появлении первых симптомов в мочевом пузыре уже активно размножаются вредоносные бактерии, которые провоцируют усиление заболевания. Чтобы эффективно справиться с инфекцией и избежать нежелательного вреда для организма, рекомендуется пить укропную воду. Благодаря антибактериальным и противовоспалительным качествам отвар поможет устранить воспалительный процесс и болезненные ощущения. Для приготовления напитка нужно всыпать в 250 мл крутого кипятка столовую ложку свежих семян укропа, проварить 2 минуты на медленном огне, дать напитку остыть, разделить на 5 частей и принимать их на протяжении дня. Также можно делать лечебные ванночки. Для этого необходимо в воду добавить 1-1,5 литра укропного отвара и посидеть в ванне 15 минут. Процедура быстро устраняет симптомы заболевания, уменьшает воспаление и боль. Регулярное применение укропной воды помогает защитить организм и предотвратить появление цистита. При гипертонии. С помощью укропной воды можно снизить повышенное артериальное давление. Напиток обладает мочегонным действием, устраняет отеки, способствует расширению кровеносных сосудов, что предупреждает развитие гипертонии. Для приготовления лечебного средства нужно 3 столовые ложки свежих или сухих семян укропа залить полулитром крутого кипятка и оставить настаиваться на несколько часов. Готовый напиток принимают по 1 чайной ложке 3 раза в день. При холецистите и гастрите. Укропная вода помогает насытить организм необходимыми витаминами, минералами, которые обладают антиоксидантным свойством, способствуют быстрому заживлению воспаленной слизистой оболочки. По этой причине напиток является незаменимым при холецистите и гастрите. Употребление укропной воды помогает предотвратить развитие таких осложнений, как язвенная болезнь желудка. Также напиток обладает желчегонным эффектом, что помогает нормализовать работу пищеварительной системы, избежать застоя желчи и образования камней. При усталости или воспалении глаз. В этом случае поможет настой для умывания. Одну чайную ложку сухих семян укропа и измельченных свежих листьев мяты нужно смешать, залить 200 мл теплой воды, поместить на медленный огонь, довести до кипения. После 10 минут кипятить отвар, затем снять с огня, остудить и отфильтровать с помощью марли. Готовым средством нужно умываться или делать примочки, смочив в отваре ватный диск или тампон и приложив к глазу на несколько минут. При ожирении. Для похудения рекомендуется принимать по 125 мл настоя на основе семян укропа за полчаса до еды трижды в день. Продолжительность приема – 2 месяца. Для достижения наилучшего результата можно добавлять семена укропа в пищу или просто употреблять небольшими порциями после еды. Для стимуляции лактации. Молодым мамам рекомендуется периодически употреблять укропную воду. Напиток усиливает приток молока и его питательность. Основная польза укропной воды заключается в том, что она уменьшает вероятность воспаления молочных желез. При кормлении грудью пить отвар на основе семян укропа можно дважды в день, но не более. Принимают напиток по 10 мл за полчаса до кормления. От бессонницы. Если вас мочает бессонница, поможет такой отвар. 50 г сухих семян укропа всыпать в 500 мл вина Кагор и поставить на медленный огонь. Кипятить 20 минут, после оставить жидкость, настаиваться на 1 час. Готовые средства принимают перед сном. Вред и противопоказания. Несмотря на ряд полезных свойств, при наличии гиперчувствительности к укропному маслу, применение укропной воды в оздоровительных целях следует ограничить. Побочные эффекты при использовании укропной воды появляются редко. Чаще всего это легкое покраснение, зуд и крапивница. Применение укропной воды противопоказано при хронической форме панкреатита, так как употребление напитка может привести к усиленной выработке желчи, что увеличит болевые ощущения. Важно! Возможно передозировка. В этом случае снижается артериальное давление. Кроме того, при частном употреблении напитка может наблюдаться послабление стула и сильное газообразование. На этом закончим ролик. На канале можете найти много интересных видео о пользе и вреде овощей и фруктов, а также о болезнях и способах их лечения. Поэтому прошу не забыть подписаться на канал и нажать на колокольчик. Еще буду благодарна, если поставите лайк и поделитесь роликом с родными и близкими. С вами был канал «Человеческий организм». До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»